Жертв насильника, разгуливавшего по гостинице в Казани в ноябре минувшего года, могло быть и больше. Сегодня на заседание пришли свидетели, которым мужчина заходил в номер, но испугавшись поспешил покинуть комнату. Напомним, 36-летнего Алмаза Нуреева обвиняют в изнасиловании женщины и насильственных действиях в отношении двух несовершеннолетних девочек. Почему двери в номера были открыты, Ариат Назипов спросил у людей, живших тогда в гостинице. У нас часто бывает, путают комнаты. Мы думали, просто какой-то жилец, что просто, ну, может, выпишет, этажи попутал. Эта женщина, так же, как ее соседки по этажу, могла стать жертвой насильника. В ту ночь с 4 на 5 ноября минувшего года она была в гостинице. Рассказала, что около двух часов ночи к ним зашел мужчина. В этот момент они с семьей спали и проснулись лишь от загоревшейся лампочки. Глаза открыли, глянули, стоит. Ну, что надо? Он что-то буркнул. Вот таких нет, и пошел. Только утром узнали, что он также зашел еще в несколько номеров. В отношении двух девочек совершил насильственные действия сексуального характера. Еще одну женщину изнасиловал. Двери в номера всех потерпевших были открыты. В комнатах было душно, и это был способ проветрить помещение. Впрочем, и открыть замки, говорит, труда не составило бы. Двери, как у нас выходили, закрывали. Ну, у нас там кот, он простой, там нажми, любые кнопки, они открылись. Тем более, в последний раз двери выходили на балкон, мужчины курить. Они закрывали двери. То у нас не работал замок, потом мы его сделали. Мы закрываем, потому что у нас и вещи там, и дети бегают. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники гостиницы. Сегодня судебное заседание отложили до 9 апреля. Не все свидетели явились на процесс. Айрат Назип, Фазад Самигулин. Вызов 112.